Так, у нас уже утро. По поводу лба все гораздо лучше. Гематома спухла немного. Уже лоб так не болит. Видите, тоже немножечко затянулась ранка уже. А вот по поводу насморка просто капец. Алиса с салфетками не расстается. Плачет, что эти сопли ее замучили. Да? Да. А вот, но температуры у нее нету. Хотя мы ночью пили норофен, как сказали врачи, чтобы обезболить. Поэтому не знаю. Ну расскажи нам, как ты умудрилась вчера так упасть? Кто придумал бегать на перегонки? Я. Ты? Да. А куда вы бежали? На госсуру дома. Кто первый до нашего дома? Да. И почему ты упала? Ты споткнулась? Нет, меня Максим подпихнул. Максим подпихнул? Вы столкнулись? Да. И он еще выиграл. Но я все равно выиграла его. Ты все равно выиграла. Моя зайка. Все равно выиграла. Не пойду я такой в садик? Ну конечно не пойдешь. Подбито еще и с насморком. Надо выздороветь. Всем привет. У Кости сегодня день рождения. Я сейчас еду забрать его подарок с почты. Пришел посылкой. И забрать корма. Котятам тоже пришли. Беру с собой Алисину справочку из тропункта. Думаю заехать в поликлинику. И спросить, примут ли там невропатолог и офтальмолог сегодня. Показать, рассказать. Алиска плохо себя чувствует. Не в плане удара по голове. То есть с головой уже лучше. Голова не болит. Только ранка на лбу болит. А в плане ее простуженности. У нее очень сильный насморк сегодня. Она без конца плачет от того, что ей этот насморк раздражает, мешает. И говорит, когда он уже пройдет, скорее бы он уже прошел. В итоге я закапала ей нос. Насморк поутих и она опять уснула. И вот пока она спит, я еду на почту. Ну, конечно, день рождения будет так себе. Везет сегодня опять Кате. Костя остался с лисюшкой. Ну, мы его так на словах немного поздравили, но еще ничего ему не дарили. И Паша прислал ему деньги в подарок. Он сейчас в селе у родителей жены. В общем, они на несколько дней уехали. Поэтому в гости он к Косте не придет. Надя тоже в селе у своей мамы на несколько дней. В общем, праздновать не с кем. Так, по дороге читаю, что тут Алисе написали на этой справочке. В принципе, здесь написано, что рекомендована консультация невропатолога и окулиста. Поэтому, я думаю, нас без проблем примут в поликлинике. Так, мы приехали с Катей к почте. Я повесила холтер. Не знаю, что он мне даст, но мне сегодня прям аритмия такая, что либо я вчера перенервничала из-за Алискиного падения, либо я вчера ее на руках потаскала. Мне же говорили, для спины нельзя тяжелая поднимать больше трех килограммов. Она уже 20 или 21, вот, и могла что-то там нарушить, я так думаю. Потому что я подозреваю давно, что перебои от спины идут. Так, идем с Катей. Так, вот мои посылки. Корм пришел 10-килограммовый котятам. Вот моя вторая посылка. Баночки для кошки и котят. Затаскивайтесь. Вот такие вот. Я не проверила посылку, забрала. Потому что была уверена, что все нормально. А тут стейдж-3. Хотя я заказывала стейдж-2. Так, стейдж-3 это фаза роста до 12 месяцев, до годика. До годика. В принципе, может, он уже ему подходит. Он чуть-чуть крупнее просто будет, чем тот, который для более маленьких. Вот стейдж-2 я заказывала. Вот такой же. Только сухой. Так, и пришел подарок Косте. Но тоже чуть-чуть не такой, как мы себе представляли. Это сумка. У него его сумка уже порвалась. Я, честно говоря, не знаю, будет ли он рад такой большой. Он же носится со своей маленькой сумочкой все время. Она даже сама по себе тяжелая. Короче, что-то сегодня все не так. Заехали в аптеку. Еще купила Алисе вот такую промывку для носа. Мне лор говорила, что это самое лучшее. И витаминку. Какой-то витаминке стали какой-то новый дизайн. Вот он в новом дизайне делать. Но это обычный, без добавок, витамин С детский. Вот, еду уже в корейский. Меряем лисенку температурку и смотрим подарки от подписчиков. Поскольку посылки не смогли присылать, присылают вот так. Рисунки. Ух ты! Написано Алиса, лисенок. Алисе от Ангелины. Алиса, знай, ты умничка. О, спасибо, мама. Это не мне спасибо, Ангелине. Ангелине, спасибо. Всем спасибо, кто рисовал эти рисунки. Тебе нравятся? Да, и джамбой рожь тут. Ого, что тебе прислали. И тебе, маленькую. Да. Это тебе что-то еще на день рождения присылали. Это же радужные друзья. Да. Но, наверное, еще с музыкой. Ух ты, подожди, смотри. Это джамбой, джерошь, птица, пиво, шериф, толстер, наф-наф, бак-балига и бак-бак. Лисюша тут знакомит Симбу с Мурочкой. Я дала ей нурофен, хотя у нее всего 37,5 было, потому что очень сильно болела голова. И она ожила. Играет с котятами. Правда, я не разрешаю не ходить, а вот максимум сидеть. Потому что вообще три дня после удара лбом лежать надо. Лицо такое опухшее от насморка, прям как у Максима было. Он к нам с насморком ходил дня три или четыре, и я замечала, что у него опухшее лицо. И у Алиски подпухло. Симба! То есть она не бегает так быстро. Симба, смотри, это твоя игрушка. Симба, смотри, это ты. Симба, вот куда тебя несет? А? Ну что за красота? Одеялко наруженько быть мягким. Ой, красиво. Все расчесывает свое одеяло. Да, кошик. Она и так мягкая. Смотри, Симба играет со своим гусем. Ага. Дерутся. Да. У нас там бетонная мешалка приехала к соседям. Забор устанавливает. Мурочка, не плачь. Хорошо? Она не плачет. Она наблюдает. Я тебя тоже люблю. Я, Симба, будет играться с гусем. А Мурочке дам мышку. А Мурочка, по-моему, спать хочет, а не играться. Ну так. Ай, Симба, не кусайся. Вижу, тебе уже пузо мешает с гусем играться. Мурочка, тебе игрушку подарили. Обняла ее. О, а Симба тут сейчас уничтожит цыпленка. Эй, Симба. Беги. Ну что ты такой ленивый, Симба? Потому что пузатенький. Симба, беги за с цыпленком. Симба, встань. Симба. Тут бегать тяжело, потому что все пушисто. Нет. А Мурочка лениво лапой цыпленка попыталась поймать. Похоже, больше всех им понравилось цыпленка. Мне кажется, им больше всех понравилось твое покрывало. Эй, не кусай мою ногу. Прототип. Давай. Симба, не кусай мою ногу. Они просто хотят полежать на твоем одеялке. А игрушек, им похоже больше всех понравился гусь. Да, они его носят прям в зубах. Только это уточка, по-моему. Уточка. Куда делся? Годяйца за гусьем. Так, ну что, мы все-таки едем. Несмотря на то, что Алиса приболевшая, как у Листу и к невропатологу, потому что беспокоит сильная головная боль. Именно в районе лба, где она ударилась. Вот у меня развалились дети. Мурочка с банбанчиком. Отдыхайте, дети. Мои руки замотаны. Ружики. Покажи свой лоб. Да лоб уже лучше. Вчера хуже было. Лучше. Именинник у нас за рулем. Мы его еще даже не поздравили с этими всеми болезнями. Мы приедем домой, будем поздравить. Ну, на словах поздравили. Что, Лисочка? Я помню, кажется, что вы говорили, что папа и твою маму день рождения вы не будете праздновать. Да, мы так и хотели. Так что. Но все равно же папу поздравить нужно, правильно? Поздравила с папой? Да. Она ночью проснулась, потому что ей плохо было. Говорит, ой, мне, наверное, надо идти рисунок рисовать папе. Я говорю, да лежи уже. Короче, в итоге мы приехали к травмпункту опять, потому что нигде не можем найти врачей. Невропатолога и окулист. Ну, сегодня хоть Алиса сама ножками ходит. Не то, что вчера на руках, как тряпочка. Бамбанчик ты мой. Такая кофта красивая. Ты? Да, бамбанчик. А ты, я не знаю, этот Винни-Пух мой. Мы чудом попали к невропатологу. Она уже уходила и хотела положить в больницу капать. Мы встретили маму с девочкой, которая вчера перед нами в травмпункте сидела. Она ударилась затылком, у нее кружилась голова. Вот они отсюда вышли, у девочки началась рвота. Ее положили и капает. И нас предложили положить три дня покапать. Сказали, что сотрясение однозначно есть. Ну, было вчера, во всяком случае, не знаю. Вот и сказали, что оно лечится долго. Но, исходя из того, что Алисе уже лучше, то, в принципе, можно на таблетках и уколах дома лечиться. Ну, лежать, постельный режим, телевизор нельзя, планшет нельзя, телефон нельзя. Ух, будем на столке играть и книги читать. Иду, зайчик. Ходить тоже, кстати, нельзя. Резких движений, прыжков, ничего. Нурофен пить пять дней, сказали. Вообще, вне зависимости, есть температура или нет. Пить нурофен. При сотрясениях он обязательно пьется. Вот. Мочегонное нужно пить. Ну, и параллельно там магний и калий. Потому что мочегонное его вымывает. То есть, вот отек мозга снимается именно мочегонным. Ну, в общем, и такое. Надавали кучу. На целый месяц расписали лечение. И надо сейчас еще к окулисту. Так что так? Не так все просто, как кажется. Костя тут прикалывается, держится, делает вид, что ему страшно. Катя за рулем. А, сотры на глаз. Ага, Алисеночка, отдыхай. Ложись. Хорошо. Мы тут сзади напихались. Я, бабушка, Алиса. Диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Струс головного мозга, видите, написала. Невропатолог. И сказала, если только погибше не остану, будет. Ну, хуже станет сразу в больницу. И не положили Алису только по одной причине, что она еще и приболевшая. Поэтому дома, конечно, проще лечиться. Но дольше. Так за три дня откапаться можно, а так месяц лечить. В общем, доктор сказала, что Алису вчера должны были положить. Что это неправильный врач сделал, что нас домой пустил. Что нельзя было в таком состоянии ребенка домой пускать. Ну, я тоже вчера удивилась. Вы же помните, такая, говорит, сотрясение мозга под вопросом отпускает домой. Тем более, я же сказала, мы далеко живем. Нам надо до вас. Он говорит, будет хуже приедете. Так нам до них ехать 40 минут, если не больше. Ну, слава Богу, все обошлось. Сегодня Алисе лучше. Намного лучше. Ну, вот так что. Сказала Алисе, будь аккуратна и береги маму. Да, у меня сегодня перебои. Мы приехали домой. Я не знаю, как ребенку давать этот препарат мочегонный. Сказали, в аптеке от него немеет язык. Почему именно такое выписали? Почему? Сколько есть всяких мочегонных, от которых ничего не немеет? Не знаю. Понятно же, что она не глотнет и жевать будет эту таблетку. Так, ну что, мы наконец-то поздравляем именинника. С днём рождения. С днём рождения. Желаю любить и быть любимым. Не, вообще желаю тебе, чтобы жизнь, блин, уже как-то продолжалась, уже в каком-то спокойном режиме. Чтобы вся эта суета, война, чтобы это как-то ушло и более-менее всё. Подождите, пап. Ого, какая большая. Так, подожди. Подождите, я подарю свой. Я хотела тебе чуть-чуть другое, но прислали такое. У тебя твоя сумочка подпорвалась. Я хотела точно такую же новую, а её прислали побольше. Я не знаю, тебе такая подойдёт или нет. Подойдёт. Пап, моя очередь. Подожди, подожди, зайка, подожди. Пусть посмотрит. О, сюда много вместится. Ну, она кожаная, хорошая сумочка. Спасибо. Будешь носить, да? Конечно. Папа, я тебе дарю свой подарок. Смотри, что внутри. А утят нету? Нет. Он хотел утят, представляешь? Спасибо. Самый лучший подарок. Иди, обними папу поцелуй. С днём рождения тебя. Вы подарочки, да? Да, вы подарочки. Типа, а ты куда пошёл? Подождись. Нима десерт. А, ну ладно. Чтоб жизнь была сладкой, здоровья и небо. Спасибо. И тортик папе подарили. Бери. Что там Катя подарила, подглянем. Джек Дэниелс. Ну да, к торту. Так, у лисёнка 37,8. Она сделала бонбана. Мы тут чем только с ней не занимаемся. Сейчас вот будем лепить. Давай пусть телегу уже. Ну да, скачивается приложение. Подожди, заблокировался твой телефончик. Многие спорят, мы купили Алисе новый телефон или Катя свой отдал. Ну понятно, что Катя свой отдала. Это Катин телефон, Катины чехлы. Не первой свежести. Просто Катя аккуратно пользовалась. Танцевать сейчас тоже нельзя. Я вижу. Так, скачалось приложение. Пускай загружается. Мы пока тут с тобой сейчас попробуем кое-что. Давай вот эти все туда перенесём. Поможешь? Да. В бассейн завтра на соревнования мы не идём. Потому что я заболела. Да. И грохнулась, и заболела. Да, и грохнулась, и заболела. Так. Хочу сюда высыпать вот это. Нашла какую-то коробочку. Хочу посмотреть, что тут такое. А, это надо кого-то сделать. Лисёнок. А ну, сделай такого, лисёнок. А палочки. Как раз сейчас скучно. А вот же куча палочек. Ладно, давай сделаем. А, ты верблюда делаешь? Бедный ребёнок. Нос вообще не дышит. Не знаю, сморкаемся, сморкаемся. О, уже почти верблюд получился. Готов. Скоро. А ещё мы можем... Не, мне без ананаса. Не, мне без ананаса. Я хотела горох, кукурузу и курицу. Катя готовит пиццу, праздничный ужин. Лис ждёт, не дождётся, когда жена докачает. Что-то посмотреть, что мы можем слепить. Хочу. Давай просто... Давай, тебе открою. Да, ты попробуешь. О, смотри, готово. Да. Можно лепить монстров. Можно лепить пришельцев. Мишельцев, животных, птиц. Ой, смотри, всяких паучков. Да. Поморов, динозавров, большие динозавров. Океан. А у нас с тобой что? Давай прочитаем. А у нас с тобой как раз океаны. Значит, нам нужен океан. Так, кого ты хочешь слепить? Ого. Ого. Давай, у нас как поспит. Класс. О, он проглупил рыбу. Да. О, рыбак вон. А вот из них хочешь слепить. А хочу слепить. Акулы. Акулы, нажимай на нее. Ого, ее покупать надо. Что? За целый доллар? А в 6 долларов, чтобы... А, подожди. Веди код с коробки и получи бесплатно. А ну где наш код? Подожди. Ой, какой он мягкий. Хорошо, только что недолго. У меня Алиска одна. Катя попросила меня посмотреть за пиццами, пока она сбегает, пергамент купит. Закончился пергамент, так не вовремя. Она тут уже заготовочки сделала. Я уже делала за малым. Мы с Алисенькой заодно решили покормить котяток. Эй, Симба, что ты с тарелки в тарелку перешел? Так, давай, кто там следующий. Вот такая шпяуколка. Так, и кого не хватает Снежка? Посмотри, вот там, где мусорка. Они там прячутся часто. Где мусорка? Вон там, Дочи. Хорошо. Снежок, ты тут? Нету. Подожди. Ты за мусоркой? Да не, не, его было бы видно. Он не хочет кушать. Вот Мируся пришла кушать. Бамбанчик будет кушать. Вот это полторы баночки сейчас я разложу. Что-то мы Снежка в Салисе не нашли. Где-то он, наверное, заснул. Кусайте, пузатики. Кусайте. Мира у каждого пробует из тарелки. Теперь ест Бамбан, и на него рычит иногда Симба. Симба, ты грозный? Так зашипел. Кушай, Бамбанчик. Я люблю тебя. Ух ты, какой смелый. Да пусть идёт. Ух ты, какой смелый. Бамбан даже не зашипел. Трёх баночек уже нету. Уже их слопали. Пиццы уже готовы. Катя всем сделала разные. Например, у Алисы. Вот, Алиса уже поела. Тут курица и сыр только. И всё. Потому что она грибы не любит. Вот, мне с грибами сделала, так как я просила. А, смотри, Алис, как красиво. Знаем народ, Женя. Да. Ро. Дже. Да. А чего ты его... Возле папы садись. Надо было просто чёрт не отломить. Букла Мэ уже прогорела. Алис, возле папы подальше. Это свечек. Лисюшка мёрзнет. У неё 38 температуры. Вот такой у папы день рождения у нас. Да. И ещё, наверное, поднимается, раз мёрзнет. Да. Сейчас будем пить норафен. Да. Сейчас сначала споём папе, да? Хэппи бёздэй ту ю, хэппи бёздэй ту ю, хэппи бёздэй дия папа, хэппи бёздэй ту ю. Загадывай желание. Ого, ничего себе, с первого раза. Лёгкие-то ещё, ого. Ой, девушки, дети, ладно. Что они терпятся? Есть. Так давай есть. Ой, ой. Будем есть? Всё-таки давай завтра. Сначала надо норафен выпить. Да, я, пожалуй, сюда. Конечно. Это Костин любимый тортик, кстати, киевский. У меня что-то из-за того, что я болею аппетит. Это из-за температуры, дочь. Я тебе дала норафен, она у тебя скоро снизится. И аппетит появится. Да, и аппетит появится. И будешь нас всех будить и говорить, кормите меня, кормите. Ночь. Пожалуйста, не всех. Да, давай всех, кроме меня. Хочу лежать. Ну иди ложись, если тебе плохо, зайка. Я хочу, баб, давай смотреть рисунки. Ещё рисунки. Мы смотрим и смотрим рисунки от подписчиков весь вечер. Ей же ничего нельзя, мультики нельзя, ничего. Мы вот это всё, что смотрим, это рисунки. Баба, пошли. А если из-за носа, мама звучит, как папа часто. Я даже часто думаю, что она к тебе обращается, а не ко мне. Мам, пошли. Ты что хочешь, чтобы я первая пошла? Да, иди, я покушаю пиццу и приду. Хорошо? Нет, баба, иди сюда. Зайка, не помонтеляйся так. Тебе доктор сказал, вообще нельзя. Никаких резких движений, не наклоняться, ничего. Мама, мама. Могу чай? Могу чай, кто-то хочет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.